Можно записаться на прием к врачам, чиновникам, в МФЦ, получить информацию о мерах поддержки для семей военнослужащих участников СВО. Около 140 тысяч раз камчатцы обратились в единый колл-центр края с начала этого года. Подводя промежуточные итоги работы единого колл-центра Камчатского края в первом полугодии 2023 года, хочется в первую очередь отметить рост ключевых показателей эффективности на едином номере оперативной помощи населению, в том числе по вопросам здравоохранения, на номере 122. Совместно с Министерством здравоохранения нам удалось практически ликвидировать недозвоны в медицинские учреждения, а также значительно снизить время ожидания на линии. То есть все граждане, обратившиеся на линию 122 и желающие попасть в нужное и необходимое им лечебное учреждение, теперь спокойно дозваниваются. В едином колл-центре с осени прошлого года не прекращается работа горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Обращение военнослужащих, участников специальной военной операции, а также членов их семей в Центре внимания операторов колл-центра. Одним из важнейших направлений в работе единого колл-центра в 2023 году по-прежнему остается работа с семьями военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Вопросы по-прежнему возникают. Уже за первое полугодие таких вопросов накопилось до 15 тысяч различного характера. Это и меры социальной поддержки, и какие-то бытовые вопросы, и юридическая помощь. По всем этим направлениям операторы колл-центра подскажут или смаршрутизируют на необходимую службу. Также в единый колл-центр обратилось уже около полутора тысяч граждан, желающих либо записаться в именной батальон «Камчатка», либо получить какую-то консультацию по этому вопросу. Добавим, единый колл-центр края создан по инициативе главы региона. В 2021 году Владимир Солодов поручил повысить эффективность работы горячих линий. В прошлом году в единый колл-центр поступили более 320 тысяч звонков.